Работаю я в компании около 20 лет, и моя задача заключается в том, чтобы правильно, согласно вашим заболеваниям, вашим исследованиям, вашим сомнениям, правильно, без побочных эффектов составить вам программу. Кроме того, что я занимаюсь сомнением программы, у нас еще есть тестирование по капельке крови, которое позволяет нам сориентироваться, на что удивить внимание. Значит, тема сегодняшнего брифинга, она не просто так взялась откуда-то, я составила ее по тому, с какой чаще всего патологии обращаются к нам пациенты. Значит, в течение часа я должна вам донести до сведения о новых вирусах, которыми мы сталкиваемся, которые очень бьют по нашему муниципалитету. Первое, это цитобегаловирус, 4-мбары и мононуклиоз, и какая продукция из коралового клуба помогает нам избавиться от присутствия этих вирусов в организме. Второе, новое в лечении депритонической болезни, это то, что вам не скажет ни один кардиолог, ни один терапевт, ни специалисты, в общем-то, медицинских центров. И третье, такая, в общем-то, будет тема, которая позволит вам ориентироваться между пищевыми добавками и лекарственными препаратами. Она звучит так, ВАДы-лекарственные препараты за и против. То есть каждому ВАДу я назову, что есть в аптечных препаратах и наша конкурентоспособность по отношению к лекарственным препаратам. Значит, первое, с чего я хочу начать эту лекцию. Каждый из вас в своей жизни хотя бы раз сталкивался с таким понятием, как простуда. Что мы подразумеваем под простудой? Ну, какой-то обосновок, какая-то слабость, выделение из носа, насморк, или наоборот, заложенность, ангина, больно глотать, чихание, кашель, боли в мышцах. Так вот, если 60 лет назад возбудителем простуды, а под простудой мы что подразумеваем? Конечно же, наличие инфекции. Так вот, 60 лет назад возбудителем простуды, под этим всех проявлений, были стафилококк, стрептококк, коклюш, гифтерия. И вспомните, что нам назначали? Эритромицин, бисептол, пенициллины. И за 7 дней мы о патологии забывали. Ну, единственное, что, может быть, были какие-то осложнения в виде ревматизма. Проходили года, десятилетия. Потом мы перестали исследовать, допустим, мы слепую назначали широкоспектрные антибиотики. И врачи говорили, осторожней с антибиотиками, потому что микрофлора, она будет адаптироваться к антибиотикам, будут появляться новые, более устойчивые, и причиной простудных заболеваний будут вирусы. И что мы получили? 20-30 лет назад у нас вошли эпидемии чего? Аденовирусной инфекции и гриппа. Причем гриппы были разных видов. Грипп А, грипп Б. Нас начали иммунизировать, давать нам иммуноглобулины, противовирусные препараты. Но врачи делали очень большую ошибку, о которой вирусологи, иммунологи, инфекционисты всегда говорили. Никогда не нас спешите назначать антибиотики. Слышали такое? Ну приходил педиатр или участковый врач, я перестрахуюсь. Вот эта вот фраза, я перестрахуюсь, это в общем-то для нас наказание. Потому что мы пришли к тому, что возбудителями этих инфекций стали вирус лепштейнопара, моноглез, цитомигаловирус и всевозможные виды герметической инфекции. Так вот в 12-13 году Всемирная организация здравоохранения создает работу в 400 страниц по положению, по приему антибиотиков. Почему? Потому что шире, чем сейчас, широкоспектрных антибиотиков, у них нет возможности синтезировать. Поэтому на базе лечебных учреждений, согласно указаниям Всемирной организации здравоохранения, назначают врачей, которые должны контролировать надобность назначения антибиотиков. Вот посмотрите, вы пошли к зубному врачу, как будто бы он только рот вам открыл, но он вам назначил антибиотик. Да? Вы пошли еще к какому-то врачу, да у вас еще и температуры-то нет, у вас еще соя-то не повышена, показателя по анализам нет, но вы уже, знаю, вам назначили антибиотик. К чему это приводит? Вот теперь слушайте, к чему это привело. Сейчас возбудителем инфекций вирусных стали три опасных вируса. Они открыты 20-30 лет назад. Как это было произведено открытием? Значит, Эпштейн и его ассистент Кабар, они стали гистологически изучать опухоли слизистых. Это были опухоли носоглотки, это были опухоли желудка, кишечника, лимфомы, саркомы и так далее. И в каждой из этих гистологических субстанций они находили этот вирус. Естественно, они его назвали по имени Эпштейн-Бара. Так вот, Эпштейн-Бара и мононуклеоз это один и тот же вирус. Это разновидность герпетической инфекции. И местом поражения, вот почему теперь мы их боимся, я сейчас вам объясню, и вы на всю жизнь это запомните. Наша кровь состоит из трех видов клеток. Эритроциты, которые несут кислород, они ни в коем случае никогда не должны покидать кровеносные русла. Ни при каких случаях. Они циркулируют, несут кислород, выводят углекислый газ. Тромбоциты, если где-то есть поломка в сосуде, они быстро замуровывают этот дефект. И только одни клеточки, лейкоциты, клетки иммунной системы, это те, которые постоянно на чеку. Если где-то есть мутация, мы эту мутацию убираем. Мы ее съедаем, превращаем в слизь, и через слизистые мы их выделяем. Поняли? Так вот, эти вирусы через слизистые, то есть в чем заключается работа наших слизистых? Мы вдыхаем, мы целуемся, мы общаемся, мы ведем половую жизнь, но наши слизистые всегда защищены именно лейкоцитами. Они выходят из слизистой кишечника, они синергичны с лактой бифидобактериями, они работают совместно. Так вот, вирусы Эпштейна-Бара, а острое проявление Эпштейна-Бара, это мононуклеоз. Проникая через слизистые, поражают раз и навсегда эти клетки. Что происходит? Клетка лейкоцит, в которую попал вирус, А вирус, это такая зараза, которая не имеет собственной оболочки. Она внедряется внутрь клетки, и как дирижер симфонического оркестра, она будет диктовать, как будет работать клетка иммунной системы. Они начинают распространяться, они поражают лимфатическую систему. Острое проявление, это мононуклеоз. Оно протекает точно так же, как грипп. Слезы течения, деление сноса, ангина, но без налета. Может потом присоединиться этот налет, если присоединяется какая-то инфекция, уже бактериальная инфекция. Да, затем идет затихание, и это заболевание превращается в хроническое течение. Так вот, представьте, если попадает этот микроорганизм, то есть этот вирус в организм, то ваши слизистые не будут в дальнейшем адекватно реагировать на все, что попадает в организм. И ангажируется, заполняется лимфатическая система. То есть она четко контроль за мутациями, четко контроль за противодействием хламидиям, уреоплазмик, стафилококком и стриптококком не будет. Почему я выбрала эту тему? Потому что каждый второй пациент, который сейчас приходит, он приходит с Эпштейнобаром. Причем симптоматика самая различная. Поэтому я хочу сказать, как проявляется это заболевание. Длительно выделение из носа, которое просто истощает человека. Идет, и выделяется, выделяется слизь. Не поддающиеся лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Дисбактериозы, вагиниты. Женщины часто обращаются к гинекологам. Выделение, выделение, выделение. Ничего не высеивают. Ничего патогенного не высеивают. Циститы. Постоянное переохлаждение цистит, цистит. Делают посеву мочи, делают соскобы. Ничего не высеивают. Опять же объясняю, почему. Потому что вся слизистая ангажирована цитомигаловирусом, либо иммунонуклеозом, либо Эпштейнобарой, либо Герпесом. Вот. Второе. Эти вирусы имеют отношение к последующему перерождению и образованию опухолей на слизистых, к развитию лимфосарком, лейкозов и рассеянного склероза. То есть сейчас это все непосредственно связывают с этим вирусом. Чем мы можем с нашей стороны, естественно, что по диагностике. Вот по диагностике вы должны тоже ориентироваться, потому что врачи, ну хотя бы какое-то понятие не ориентироваться, а хотя бы иметь какое-то понятие. Как диагностируют? Чаще всего это берут иммуноглобулины. Что такое иммуноглобулины? Это когда здоровая клетка, которая не поражена вирусом, она начинает против той клеточки. Вот это оружие и есть иммуноглобулины. Если они появились к этому вирусу, значит в вашем организме это присутствует. Вот. Причем их два. Есть антитела, то есть оружие к оболочечке, а вниз к ядерному. К ядру, к самой информации ДНК. Вот если появляются вот это антитела к ядерному Эпштейнобару, это далеко зашедший процесс, где информация передана клетке, и клетка будет работать только по пути Эпштейнобара и огромному сбою в иммунной системе. Здесь идет дальнейшее поражение печени, дальнейшее поражение сельзенки. С чем приходят пациенты ко мне? Спонтанным отеком ног. Вдруг ни с того ни с чего симметричная человек не может одеть обувь. Вдруг ни с того ни с чего. Нарастает сердечная недостаточность, потому что поражается сердечная мышца. Дренаж через печень нарушается, оказывается, зашкаливающие показатели Эпштейнобара. Дочка. Прямой контакт идет с дочерью. У дочки ставят рассеялись клероз. Парализация вдруг ни с того ни с чего. Идет парализация нижних конечностей. И вот тогда врачи не хотят задумываться. Не хотят задумываться. Вот поставили мы этих людей на ноги. Вот мужчина обращается. Ни с того ни с чего тромбоз одной ноги. Ничем не болел. Эпштейнобара зашкаливает. Почему? Потому что на присутствие вируса реагируют тромбоциты. Они пытаются эту зону локализовать. Образуется этот тромб. Начинаем лечить. Приходит все в порядок. Теперь по составлению. Естественно. Обращаться к иммунологам нужно. К аллергологам нужно. Заставлять их думать. Анализировать эти показатели. И никогда не поддавайтесь на провокацию. Это неизлечимо. Почему-то в Израиле все излечимо нашими препаратами. В Германии точно так же. Если мы набираем в интернете и полечиться, сразу же Израиль. Почему? Потому что мы все лечим. Потому что все лечится. Значит, что по нашим препаратам? Первое. Прием воды и антиоксиданта. Это обязательно. Второе. Поскольку я вам объяснила, что поражение идет слизистых. А какой у нас препарат номер один по восстановлению слизистых? Алоэ-монал. Обязательно. И так как производители рекомендуют. Две капсулы на стакан воды с капсулой микрогидрина натощак. Так, моя девочка, которая обращалась с танзелитой, танзелитой, танзелитой. Я говорю, дорогая, настаивай лор врача, чтобы вы взяли на Эпштейнобара. Потому что язык географический. Вот эти обложенности. Они говорят, это дисбактериоз. Да, дисбактериоз только на фоне Эпштейнобара и цитомегаловируса. За 2-3 дня язык очищается. Натощак. Стакан с микрогидрином или H500. Но в данном случае по наблюдению микрогидрин лучше. И 2-3 капсулы алоэ-монал. То есть мы помогаем организму пораженные клетки эпителия правильно постанавливаться. Алоэ-монал прямо разводить? Прямо разводить. Да. Запомните. По борьбе с этими тремя вирусами сроки лечения от 6 месяцев до года. Пока полностью не уйдут антитела. Они уйдут. Второй препарат. Естественно, если поражается у нас печень и селезенка, то у нас должен быть адекватный лимфодренаж. Это артишок. 2-3 капсулы на ночь в сочетании с лимфлоп. Поверьте, если у вас нет возможности все закупить, и вы будете одним хотя бы пользоваться, тоже будет эффект. Но максимум будет по той схеме, которую я сейчас даю. Понятно. Значит, восстановление слизистых воздействием алоэ-монал, лимфодренаж, усиливая с помощью лимфло и артишок, пьется замечательно, потому что сам по себе лимфло, кто пробовал, очень приятно. То есть поменяйте прием кофе и чая по прием лимфло, и вы уже будете решать проблему. Потому что два компонента в лимфло, это вытяжка, для меня это была новость, вытяжка из листьев смородины, которая улучшает дренаж пораженных органов, в нашем случае это сердце и печень. Вот это я не знала о том, как обладают черемки черешни и листья смородины. Непосредственно. Так, лимфло, 2-3 капсулы на стакан горячей воды, получается такая фиолетовая, приятная, кисленькая жидкость, и пробивайте. Вместе, да. Второе, непосредственно атаковать вирус мы можем с помощью чеснока, но его доза должна быть адекватная. Конечно, у чеснока есть такое побочное действие, как отрыжка и держится запах. Но это нужно перетерпеть. Хотя бы короткими курсами по 2 недели каждого месяца, чеснок по 2-3 раза. Это основное. Алоэ, артишок с лимфло, чеснок и, конечно же, молозиво. Молозиво настроится на прием до года. Потом, когда буду говорить аналогию между лекарственными и препаратами, скажу, почему нужно молозиво. Вот это вот основное. Что сюда можно еще добавить? Конечно, можно добавить цинк, можно добавить селен, можно добавить коэнзинку-10, потому что мы должны обеспечить хорошее дыхание всем нашим клеткам. Значит, понятно, папа, что я не знаю? Да, это все вместе, да. Это все вместе, желательно все вместе. Значит, понятно, если у нас, если у вас в контакте с вашими родственниками долго затяжные брахиты, выраженные астени, сопровождающиеся с выраженной астенизацией, вот ни одна аденовирусная инфекция 7 дней, мы забыли, мы даже не прерывались работать. Грипп проходит потяжелее, потому что катаральные явления, они сочетаются при гриппе еще с выраженной интоксикацией. И хочешь, не хочешь, ты останешься дома, потому что тебя раздражает свет, раздражает звук, правильно? Нам нужно отряжаться. А вот по Эйпштейна-бара затягивается она длительно, и вы поверьте, астенизация происходит такая, что человек не способен за пару часов убрать квартиру. То есть это затягивается, вот настолько теряется внимание, теряется, идет раздражительность, бедность кожи, постоянное присутствие какой-то инфекции. Обязательно сдавайте на Эйпштейна-бара и приступайте к хорошему, полноценному лечению, оздоровлению. Оно сочетается с тем, что вам могут предложить по короткими курсами иммунологи, вирусологи, инфекционисты. Это по Эйпштейна-бара, цинкомегаловирусу. Вот, если Эйпштейн-бара и мононуклеоз поражают клетки лимфатической системы, то цинкомегаловирус точно так же внедряется через верхние дыхательные пути, но прямиком, так же, как и герпес, идет в ганглии, в центральную нервную систему. И у детей это как может быть? Раздражительность, гиперактивность, снижается память, снижается внимание, нарушается сон. То есть больше идет проявление по нервной системе. Лечение, назначение препаратов абсолютно то же. Теперь вторая тема. Что нового в лечении, нам как бы запрещено вообще произносить это слово лечение, а в поддержании, да, в профилактике гипертонической болезни. Вот для того, чтобы четко понимать, что нам необходимо, мы должны понимать вообще, что такое артериальная гипертензия. Смотрите, в самом слове звучит артериальная гипертензия, то есть повышенное давление в артериях, да. А что такое само по себе? Много здесь гипертоников? Много, да. Что само по себе? Высокое давление. Для чего мы хотим его снизить? Никогда не задумывались? Так вот, артериальное давление это то напряжение сосудистой стенки, при которой кровь тканям может отдать питательные вещества и кислород. И если эти цифры 90 на 60 нижнее, или 140 на 95 верхнее, то есть вот в этом диапазоне, только в этом диапазоне полноценно через капилляры все, что попало в кровь, может отдаваться окружающим клеткам. Если это давление ниже, или если это выше, полноценного питания клеток нет. Клетки будут находиться в состоянии гипоксии, и там начинают запускаться механизмы быстрого стояния и изменений. Понятно. Давление артериальное в артериях. И артерии, и вены имеют разное строение. Никогда не задумывались. Приходилось разделывать мясо. Видели, наверное, все из печени. Ну, чаще всего печень, ну что мы там готовим, да? То сосудистая стенка артерии очень плотная, ее трудно разрезать. Тогда, когда вены, они эластичны. Почему так происходит? Потому что сердце, сокращаясь, выбрасывает объем в артерии. И она должна выдержать это высокое давление. Поэтому она состоит из трех оболочек. Соединительно тканная, плотная. Под ней идет мышечная. И дальше идет интима. Внутренняя оболочка сосуд. То есть, растянув сосуд, мы действовали на мышечную оболочку. Что это является? Антагонисты. Кальция, амлодипин, нефидипин, гардипин. Ну, гипертоники знакомы с этим, правильно? Бета-блокаторы. Да? Бесопролол там, анапрелин и так далее. И вот появляется третья группа препаратов, влияющая на уровень почек. Очень опасная. Это капотен, энап, эналаприл. Сейчас я вам объясню, в чем опасность этих препаратов. Наша почка. Ее задача – фильтрация. Но Господь ее создал так, что если вдруг при каких-то условиях мы теряем, причем эта фильтрация может идти при том диапазоне давления, которое я вам говорила, 90 на 60 или 140 на 90. Но как только мы теряем кровь разная, это роты, да, это раны и так далее, очень опасна остановка работы почек, потому что она может фильтровать и выводить токсические вещества только при давлении в этом диапазоне. Но кровь теряется, выливается. И почка может выделять один гормон, который на уровне вот этого, вот этой зоны будет поддерживать нужное нам давление. Он называется ренин. И последняя группа препаратов, блокирующая выработку этого ренина, является КПТ, КАПТАПРИЛ, ИНОЛАПРИЛ, но сейчас это ЛАЗАРТАН, ЛАРИСТА и так далее. Когда я была на Западе, и когда только появились эти препараты, производители этих препаратов говорили, мы можем сказать, что только сейчас этот препарат действует. Ну что он сделает с почкой? Через 7 месяцев приема, 7 месяцев, а вы подумайте и спросите друг у друга, а я сколько принимаю этот препарат? Более того, он уже неэффективен. Они, производители говорят, вам терапевт это не скажет, производители говорят, что мы можем блокировать вот эту зону только 7 месяцев. Через 7 месяцев мы вам по почкам ничего не гарантируем. И что мы получаем? Мы пьем горсть препаратов, давление держится высокое, потому что ничего не действует. А я вам сказала, а нам очень важно сохранить мышечный слой, чтобы мышца правильно реагировала. Так вот здесь препаратом номер 1 является аминокислоты. Это арбин. Понятно? У нас есть такой коктейль под названием «После 30-ти». Вот в настоящее время в кардиологии три компонента, которые идут на лечение гипертонической болезни. Аргинин, таурин и коэнзин. Причем, когда вы обращаетесь к кардиологу с высоким давлением, вы опоздали на много-много лет. Потому что первые ваши проблемы начались не с давлением, а с нарушением обмена веществ, которые упираются в недостаточное поступление или неправильный обмен этих трех аминокислот. Поэтому, когда приходят пациенты в 70 лет и спрашивают, мне бы давление что-то, и я сразу говорю, после 30-ти. Так мне же 70, я говорю, вы на 40 лет опоздали. Если у вас невысокое давление, но вам после 30-ти, начинайте принимать. И у вас не будет этой проблемы. По аргинину. В 98-м году защищена Нобелевская премия, получена Нобелевская премия по возможностям аргинина. Объясню, как он действует. Вам будет сейчас понятно. Есть такой лекарственный препарат нитроглицерин. Каждый из вас хоть раз в жизни ощутил, как он работает. Здесь работает нитрогруппа. Мы его выпили и расширились сосуды. То есть даже если у нас был спазм в кишечнике или желчекаменной болезни, мы сразу чувствуем, что он быстрого действия, короткого действия. Аргинин, когда он присутствует в организме, он пожизненно будет поддерживать эластичность, он будет действовать подобно. Значит, действие аргинина очень широкое. Очень широкое. Дальше, где его изучали, положительное его влияние. Это эрекция. Это кровенославное наполнение полового члена. Это препарат номер один в борьбе с эректильными дисфункциями. Следующее что? Это выработка инсулина. Это борьба с сахарным диабетом. Причем, при сахарном диабете аргинин влияет абсолютно на все моменты, которые используются врачами для лечения. Мы же, с одной стороны, хотим ввести инсулин, да? Кто-то принимает инсулин. А с другой стороны, у нас есть препараты, которые должны повысить чувствительность клетки к инсулину. Так вот, аргинин влияет и на одно, и на второе. Второе влияние аргинина это снижение уровня холестерина. Почему? Потому что у нас не будет закисления крови, у нас не будет сосудистая стенка защищать свою целостность от неправильного pH-плазмы. Но в этом принимает участие еще и никотиновая кислота, и таулин, и глицин. Глицин через центральную нервную систему будет контролировать правильное наше обновление. Понятно. Значит, по гипертонической болезни у нас три препарата. Комплексный – это после 30, где акцент делаем на три аминокислоты. Аминокислоты – таурин, глицин, аргинин. Причем в одном мерном, в мерной ложечке в одной суточная доза. Конечно, если ваш возраст за 50 и серьезные уже подъемы артериального давления два раза в день. Очень часто и мои родственники, в том числе, когда я говорю, что вы лечитесь неправильно, они медики, они упрямые. Вот я говорю, что лечитесь неправильно, это отменяйте. Вот они, нет, если я завтра получу яйцу. Такие же бывают вопросы. Если вы находитесь на лекарственных препаратах, продолжайте их принимать, добавляйте после 30 таллифминезим и потихонечку стяжайте ту дозу. Понятно? Да? Вот. Если, если ваша гипертоническая болезнь связана больше с эмоциональной нагрузкой, глобильность эмоциональная, посмотрела фильм, вдруг позвонил телефон и оп, что-то услышала, что-то увидела, вот затарахтела сердце, покраснила пышка давления. Тогда здесь два препарата. Грифония за счет чего? За счет того, что нормализуется выработка серотонина, триптофана, то есть устойчивость нервной системы, хороший сон, хорошая память. Вот грифонию можно любить в вечернее время. Если подъемы давления и сопряжено с климактерическим периодом, перестройкой организма, тогда препарат номер один имен формула. За счет чего? За счет содержания хмеля, элисы, хмель в первую очередь. То есть после 30-ти спокойно мы можем сочетать либо с грифонией, либо с препаратом после 30-ти. Передозировки здесь не бывает. Можно суточную дозу в две капсулы, можно одну в сочетании с именем формулы. Понятно вам? Это по гипертонической болезни. Значит, основа сейчас в лечении гипертонической болезни в медицине. Аргинин, таурин, поэнзин и ненасыщенные жирные кислоты, амега-369. Все то, которое направлено на поддержание эластичности кровеносных сосудов. Понятно вам, да? Репараты серы в этот момент. Да, серы, конечно, здесь мы вносим аргинин, а препарат серы будет помогать синтезировать внутри организма. То есть эффект будет только попозже. И что еще я хотела сказать по гинкопилопу? Что? И гинкопилопа. Это все симптоматическое. Гинкопилопа, запомните, как работает. Она универсальна. На курсах повышения квалификации кардиологи, невропатологи говорили. Гинкопилопа препарат номер один. Независимо низкое, высокое, плохое зрение сочетается с инсультом, сочетается с нарушением давления. Гинкопилопа назначается. Аптечный препарат Анаканда. Аналогии их делаем. Вот. Гинкопилопа, что она действует? Сразу представьте дейво. Гинкопилопа, вот дейво. Вот. Так вот, при высоком давлении, при инсульте, когда у нас один путь движения крови перекрыт, гинкопилопа будет стимулировать от этой перекрытого сосуда со стеночки образовывать разветвление. То есть, та зона, которая не получает кровеснабжение, за счет приема гинкопилопа будет получать дополнительное разрастание сосудов, которое обеспечит питание пораженной зоны. Понятно действие гинкопилопа? Поэтому включать ее, конечно, можно. Вот это вот по гипертонии. Действие таурина. Значит, когда люди начинают принимать таурин, первое, что они отмечают, я начал мочиться. Достаточный диурез. Почему? У таурина, у этого аминокислоты, здесь чисто мочегонное действие понятно, она нормализует соотношение между калием и натрием. Субтитры создавал DimaTorzok